Самый главный вопрос повестки – продажа комплекса зданий бывшего хлебозавода номер один. Заявленная стоимость – 58 миллионов рублей. Приобрести комплекс планирует правительство региона. Им как раз нужно помещение, где может разместиться технопарк. Деньги от сделки пойдут на модернизацию хлебозавода номер три. Впрочем, из-за продажи между депутатами городской думы все равно разгорелись нешуточные дебаты. Спасение вызывает, что данные меры, эффективность данных мер для хлебозавода будет такая же, как и всех остальных. А вот риск ухода и мущество в неизвестном направлении по вызывающим вопрос о цене есть. Безусловно, наша фракция считает, что муниципальные предприятия надо сохранить и добиваться их развития. Мера уже вынуждена и подошла все потому, что другого решения быть не может быть. Мы поддержим это решение нашей правительства для России. Поддержим, хотя это очень тяжело. Принимать такое решение очень тяжело. Надеемся, что те средства, которые получит третий хлебозавод при помощи администрации, при помощи управления экономикой, администрация самого третьего хлебозавода, позволит сохранить завод, стратегический завод для наших граждан. Ну и как-то все-таки закрепиться и развивать их. По словам исполняющего обязанности замглавы мэрии Олега Федина, построить что-то иное на данном участке нельзя. А чтобы восстановить здание хлебозавода, по самым скромным подсчетам необходим миллиард рублей. Если же сделка не осуществится, то третий хлебозавод может остановить свое производство уже в ноябре. Этот аргумент стал решающим. За проголосовало большинство депутатов. Еще один вопрос – изменения и дополнения в бюджет текущего года. За счет межбюджетных трансфертов доходы и расходы увеличиваются на 561 миллион рублей. Деньги эти направят на ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, ввод в эксплуатацию пристроек, восьми детским садам и строительство школ. В частности, речь идет о возможном строительстве школы на 600 мест в центре Рязани, недалеко от стадиона «Спартак», где сейчас находится заброшенная ледовая арена. Выделены средства на проведение проектно-изыскательских работ. Почему мы сегодня говорим уже о строительстве и финансировании? Потому что готовы. Первое – земельные участки. Второе – проектно-смертная документация. И мы с вами говорили о том, что нам надо двигаться дальше по пути строительства школ в городе Рязани, пополняя указ президента о переходе всех наших школ в одну смену, тем более в центре города Рязани. Решение о внесении изменений в бюджет также было поддержано большинством голосов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.